Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Казахстан набрал 28 баллов в индексе восприятия коррупции Transparency International в 2015 году и продвинулся по рейтингу на 123 место со 126 в 2014 году. По результатам исследований, размещенных на сайте Общественного фонда Transparency Kazakhstan, в целом коррупция по-прежнему остается для казахстанцев серьезным вызовом, который усиливается вследствие нестабильности экономики. Вместе с тем, основными положительными моментами стали масштабные законодательные инициативы, предпринятые в области противодействия коррупции и обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности государственной власти, говорится в исследовании. Активы Национального фонда Казахстана инвестированы в инструменты денежного рынка, облигации развитых стран, а также в глобальные акции, сообщает Кастак. Согласно данным, предоставленным Нацбанком, по состоянию на конец ноября 2015 года, порядка 28 миллиардов долларов золотовалютных резервов Нацбанка и порядка 64 миллиардов долларов из активов Национального фонда Республики Казахстан инвестированы в иностранные активы. При этом золотовалютные активы Нацбанка инвестированы следующим образом – 19,7 миллиарда долларов в инструменты денежного рынка, облигации развитых и развивающихся стран, 7,5 миллиардов долларов в золото, 800 миллионов долларов в альтернативные инструменты. Письма с жалобами на социально-бытовые условия приходят в Центральную избирательную комиссию. В Казахстане сообщил зампредседателя ЦИК Владимир Фос, пишет Кастак. В ЦИК уже приходят письма с жалобами, но не на электоральный процесс, а на какие-то социальные бытовые невзгоды, сказал он на заседании Центризбиркома. При этом он уточнил, что жалобы адресованы именно ЦИКу, так как в преддверии выборов все внимание общества акцентировано именно на нем. Обращаясь к вам, потому что все общество сейчас смотрит на ЦИК, просьба вмешаться и разрешить вопрос, но, естественно, там присутствует и доля шантажа. В противном случае мы не придем на выборы, добавил Фос. В Астану прибывают делегаты внеочередного 17-го съезда казахстанской партии власти Нуратан, который состоится 29 января, во Дворце независимости передает Интерфакс Казахстан. К настоящему времени во всех регионах страны состоялись заседания полицоветов региональных филиалов партии, где проведено предварительное обсуждение предвыборной программы партии, а также избраны составы делегаций на съезд. По итогам выдвинуто более 600 делегатов внеочередного 17-го съезда партии. В целом в работе съезда примут участие более 2000 человек. О городских событиях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Вы смотрите программу «Факт» на Рико-ТВ и мы продолжаем. В ОКТУБе открылся филиал информационно-производственного центра МВД. С его появлением жители всего западного региона получат возможность оформлять документы, удостоверяющие личность в значительно сокращенные сроки. Новый центр «Четвертый» по стране головной действует в столице и три филиала были последовательно запущены в Алматы, Шемкенте и вот теперь в нашем городе. Событие для всего региона значимое, поэтому в торжественной церемонии открытия центра приняли участие и представители МВД, и руководство области. Благодарим Министерство внутренних дел и его РГП по информационно-производственным услугам за то, что они третьим городом по изготовлению соответствующих документов выбрали город Октюбинск. Мы считаем, что это правильно, это соответствует тому поручению президента, где было сказано, что Октюбинск является четвертым городом Казахстана, он включен в агромации Казахстана. То есть мы здесь в Октюбинске должны создавать такие учреждения, такие организации, такие центры, которые бы оказывали услуги не только Октюбинск, но и в целом для западной регионы. Технический центр уже готов работать на полную мощность. Производственные линии прошли проверку заранее и уже приступили к изготовлению первой партии документов. Сегодня запуску был дан официальный старт. Паспорта и удостоверения личности здесь изготавливают специально подготовленные сотрудники. Штат составляет 40 человек. Что касается самого технологического процесса, то он полностью автоматизирован. В машины германского производства закладываются бланки, на выходе в специальных контейнерах складируются новые удостоверения личности. С соблюдением всех элементов защиты заверяют представители компании Мельбауэр. Лазерная гравировка, она у нас получается по лазеру, пенетрирует материал. Материал, как нам известно, состоит у нас карточка из нескольких слоев. И второй слой, он соответственно гравируется. И вот этот текст, он получается уже образовывается внутри карты. Мощность каждой линии до 500 удостоверений в час. Соответственно, таким техническим возможностям актюбинский филиал рассчитывает изготавливать до 800 паспортов и 2000 удостоверений ежедневно. Для жителей всего западного региона. Плюс ко всему сокращаются сроки ожидания получения готовых документов для граждан. Помимо производственных, центр выполняет также и информационные задачи. Наш вообще республикан государственное предприятие, информационный управленный центр, начинает от рождения, регистрация, до смерти сопровожает всю регистрацию. То есть к нам подключены все органы ЗАГС, все ЦОНы. То есть мы являемся формированием именно физических данных, базы данных физических лиц. И все электронное правительство работает на базе нашего центра. Объект является стратегическим и снабжен новейшей системой безопасности и видеонаблюдения. Все его сотрудники прошли профильное обучение и стажировку для работы на специальном оборудовании. Ирина Гудц, Алимжан Молдабеков, программа «Факт». Сегодня в департаменте внутренних дел Актюбинской области подвели итоги работы 2015 года, проведенные сотрудниками полиции. На встрече присутствовал глава региона Беридабек Запарбаев. В нашей области в правоохранительных органах трудится более 3000 полицейских. Проводимые мероприятия профилактического характера позволили снизить регистрацию убийств на 42%. Изнасилования на 25, как раз чужого имущества на 8%, в том числе тяжких раз на 9%. Грабежей на 6,6%, разбоев на 31%, угонов на 23%, хулиганств на 27%, в том числе тяжких битов на 27,9%. Как было отмечено на совещании начальником ДВД Махсутханом Аблазиевым, в этом году особо тяжких преступлений стало меньше на 33% по сравнению с прошлым годом, тяжких на 2,6%. Преступлений средней тяжести стало меньше на 17%. В прошлом году полицейскими было выявлено 225 правонарушений, связанных с хранением и сбытом наркотических средств. По сравнению с 2014 годом было изъято на 102% больше наркотиков, задержано более 100 связанных с этим лиц, пресечено 2 факта контрабанды и 84 факта сбыты. На сегодняшний день в нашей стране ведутся подготовительные работы по организации выборов депутатов Можилиса парламента и Маслихатов. Внеочередные выборы состоятся 20 марта. На сегодняшний день по городу уже установлено 20 информационных баннеров и еще 24 в районах. В нашей области на сегодняшний день ни одного выдвинувшегося кандидата в порядке самовыдвижения пока нет. Но, насколько я знаю, сейчас партии готовят свои съезды. После того, как они выдвинут своих кандидатов и кандидат даст свое согласие баллотироваться, тогда они придут в наши окружные избирательные комиссии, которые баллотируются в Маслихаты, и потом далее уже пойдет вся та работа. В нашей области будет функционировать 744 избирательных комиссий всех уровней, в которых будут работать более 5000 человек. Всего будет открыто 526 избирательных участков. Каждый кандидат в депутаты должен осуществить денежный взнос в размере более 100 тысяч тенге и сдать декларацию о доходах и имуществе. А внеочередных выборах депутатов Можилис парламента и Маслихаты всех уровней в деталях вы узнаете уже в эту пятницу из нашей традиционной рубрики подробности. Прожить три месяца без зарплаты – такой непростой эксперимент вынуждена проводить группа рабочих, которая не может получить свои кровно заработанные деньги. Семеро мужчин трудились в конце прошлого года в микрорайоне Нурак-Тубе, где строили крышу новой школы на 1200 мест. Однако заказчик не выплатил им зарплату, в связи с чем рабочие все эти месяцы безрезультатно обивают пороги, нанявшие их компанией. Продолжение темы в следующем сюжете выпуска. Вам не рады. Именно такое отношение продемонстрировали сегодня охранники компании Ак-Тубе Электросеть Строй, пришедшим в который раз за зарплатой рабочим. Мужчинам, чей путь в бухгалтерию преградили еще у ворот, пришлось мерзнуть на улице. Впрочем, к такому приему им не привыкать. Начиная с нового года они обивают пороги Ак-Тубе Электросеть Строй в надежде получить свои кровные. В ноябре прошлого года по заказу Ак-Тубе Электросеть Строй мы строили крышу школы в микрорайоне Нур-Ак-Тубе. Договорились, что каждый квадратный метр кровли будем стелить по 1300 тенге. Все работы мы выполнили в срок. Претензий со стороны заказчика не было, поскольку мы с ними работали и раньше. Однако с зарплатой тянут до сих пор. Сколько раз приходили к заказчику, просили денег, но нам отвечают грубо, кормят завтраками. Ежедневно, приступая к работе, мы подписывали инструкцию по технике безопасности. К тому же с нами подписывали соответствующий договор о трудовых отношениях. То есть бумаги, доказывающие, что Ак-Тубе Электросеть Строй имела с нами дело, есть. У нас у всех семьи, дети. Жена у меня безработная. Сам я тоже хожу сейчас без работы. Квартиру арендуем по 25 тысяч тенге в месяц. Как кормить детей? Чем платить кредит? Что есть? Мы ведь требуем свои деньги. Отчаявшиеся работники обратились в управление инспекцией труда. Однако государственный орган оказался не в силах протянуть руку помощи. И, как выяснилось, в какой-то степени и не обязан. Дело в том, что у фирмы-подрядчицы, от имени которой выступает рабочий, поменялся юридический адрес. Но изменения в собственные реквизиты организация не внесла. Загвоздка, со слов заказчика, оказалась именно в этом. Мы подтверждаем, что эти люди выполняли наш заказ. А именно, были задействованы в строительстве крыши школы в микрорайоне Нур-Ак-Тубе. Они выполнили работу на сумму 920 тысяч тенге, которые мы должны им выплатить. Но это пока не представляется возможным по причине изменений в реквизитах фирмы, насчет которой мы должны перевести деньги за выполненную работу. Это им было разъяснено. Сейчас владелец фирмы, насчет которой должны быть перечислены деньги, уже занят внесением поправок в данные своей организации. Почему этот вопрос стороны не решили до этого, а времени было достаточно, непонятно. Но если в ситуации этих безработных хоть и наметился какой-то прогресс, сказать такое об остальных, попавших в подобные ситуации, пока не приходится. В области немало людей, которые не могут получить свою зарплату. По данным областного управления инспекции труда, на сегодня в регионе задолженность по зарплате составляет 32,5 миллиона тенге. При этом нередко октябинцев, обратившихся в управление, подводит отсутствие трудового договора между работником и работодателем. Акмар Алмайкуз, Валим Жан Молдобеков, программа «Факт». Символ чести и мужества. Сегодня Департамент уголовной исполнительной системы по Октябинской области впервые врученную знамя. В знакомом для ведомства событий принял участие зампредседателя комитета УИС МВД Республики генерал-майор Мейрам Аюбаев. Кроме того, в рамках торжественного собрания были озвучены итоги прошлого года. В прошлом году 160 осужденных в нашей области вышли на свободу, отделавшись штрафом. Тем самым казна пополнилась 45 миллионами тенге. Новые законы и правовые реформы, введенные в 2015-м, осчастливили больше тысячи осужденных, отбывавших наказание в октябинских тюрьмах. Одним из них меру наказания заменили на более мягкую, другие покинули стены исправительных учреждений по отбытию срока наказания, третьи – условно-досрочно. Снизился уровень преступности в учреждениях, а также было освобождено около 800 осужденных. Это благодаря новым законам, которые вступили в законы силы с 1 января 2015 года. Удалось сэкономить бюджетные средства. 60 миллионов, предназначенные на оплату коммунальных услуг и питания осужденных, остались целехоньки и возвращены в доход государства. В целом, минувший год для ведомства выдался спокойным, обошлось без ЧП, рапортует руководство. А сегодня настроение сотрудников скрашено еще и тем, что департаменту впервые вручено знамя, олицетворяющее честь и отвагу. У каждого воинского подразделения есть свое знамя, символ мужества, имеющий особенное значение. И относиться к нему нужно не иначе, как к реликвиям, подчеркивает в Дуиз, где на сегодня трудится около 800 человек. Осей Кинжалин, Ажеслан Жубаев, программа «Факт». В Ак-Тубе прошел молодежный межрегиональный форум, посвященный 25-летию независимости Казахстана. В нем приняла участие государственный секретарь нашей республики Гульшара Абдакаликова, а открыл мероприятие Акима Актюбинской области, Бердебек Сапарбаев. В молодежном съезде участвовали представители пяти областей Западного Казахстана и Оренбургской области. На открытии форума в своем выступлении глава региона подчеркнул, что главная задача государственных органов – это способствование вовлечению молодежи и их созидательного потенциала в реализацию плана нации «100 конкретных шагов». А делегатов форума Бердебек Сапарбаев призвал объединить свои силы и идеи дружбы и консолидации с российскими коллегами. Как раз, когда идет кризис, надо больше общаться, больше обмениваться своими опытом, своими достижениями. Мы считаем, что сегодняшний форум даст какой-то хоть маленький толщок для того, чтобы вы общались друг с другом, стали друзьями. Мы победим любой кризис, хоть этот политический или экономический кризис, если мы будем вместе. Гость-секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдекаликова отметила огромную роль в работе с молодежью специальных ресурсных центров. С ее слов, в стране успешно реализуются молодежные программы и проекты «Болошак», «Жасыл Ель» с дипломом «В село», «Молодежная практика» и «Серпин». В прошлом году на финансирование государственной молодежной политики по областям было выделено 4 миллиарда тенге. В республике действует 215 молодежных ресурсных центров, которые обеспечивают адресную работу. С момента создания ими охвачено свыше 2 миллионов молодежи. Продолжается успешная реализация президентской молодежной программы «Болошак», об этом Виктор Машпекович сказал, в рамках которой, начиная с 1994 года, у нас обучилось по стране 11 тысяч молодежи. В мероприятии приняли участие гости из Оренбурга. Россияне рассказали, как у них обстоят дела в молодежной политике и анонсировали первый евразийский форум молодежи, который пройдет в августе нынешнего года. Молодежная политика в Оренбурге развита очень на высоком уровне. Помимо наших областных различных форумов, у нас проходят и межрегиональные форумы. В этом году Оренбуржий будет встречать первый евразийский молодежный форум в Оренбурже в конце августа. Непосредственно опыт работы очень велик, потому что именно студенчество и работа с общественными организациями в Оренбурже на очень высоком уровне. По итогам форума был дан старт циклу мероприятий «25 шагов к будущему». Кроме того, выдвинута инициатива проведения подобных форумов в этом году в северном, южном и восточном регионах Казахстана с подведением общих итогов в 25-летию независимости Республики Казахстан в Астане. В рамках этого мероприятия, цикла мероприятий, у нас первое – это благотворительный марафон «25 благих дел», второе – спортивный марафон «Не дня без спорта», третье – творческий марафон национальной культуры «Бабалар-эзмен», четвертое – экологический марафон на формирование новой экологической культуры «Экотренд-04», и пятое – научный марафон, научный проект «25 идей будущего», направлено на повышение инновационного и научного потенциала молодежи. По итогам работы форума делегатами было принято обращение к молодежи страны с призывом консолидировать свои силы для строительства процветающего казахстанского общества. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова